Я хочу сделать заявление о преступлении. Из-за таких преступлений падает украинский авторитет. Из-за таких преступлений может разваливаться коалиция. В марте предыдущего года, через несколько недель после победы Майдана, когда на Донбассе уже было жарко, Министерство внутренних дел возбуждает дело против Курченко и двух компаний. ГАЗ-2020 и ВТЭК. Принимает решение передать нефтепродукты Курченко в размере 115 тысяч тонн на сумму 1,5 миллиарда гривен некой государственной структуре, которая проводит, внимание, инспекцию и определяет часть этих нефтепродуктов, так называемой, дает им статус желтой воды. Принимает решение, что оказывается... Что значит желтой воды, прости? Чилиная моча, условно говоря. Где они ослов столько набрали? Дальше. Что вы понимали, это две тысячи цистерн. Эти нефтепродукты продаются... Две тысячи цистерн это штук 50 поездов, да? Да, да, да. Эти нефтепродукты продаются потом компанией, которая ввозила, вы помните, незаконно в обход украинского законодательства контрабандным путем... Это компания Курченко. Ливела. 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 Но продается после того, как эти нефтепродукты даются на реализацию. Из этих нефтепродуктов только 10% попало государству, с этих полутора миллиарда гривен. Одной компанией, господина Тищенко... Я начал в интернете смотреть, а с кем же, возможно, из политиков может быть связан народный депутат. Я подчеркиваю, я не утверждаю. Но когда ты забиваешь фамилию Тищенко, ты получаешь сразу следующую фамилию. Пашинский. Пашинский какой Пашинский, вы имеете в виду? Тот Пашинский, который Пашинский. Я сегодня обратился к генеральному прокурору Украины. С настойчивым требованием расследовать, где пропало полтора миллиарда гривен, 115 тысяч тонн нефтепродуктов, дизеля, 92-го, 95-го бензина. В то время, когда украинские танки... Теперь надо доказывать, что теперь у Пашинского не дочь проститутка, а два сына, да? Тогда нечем было заправлять украинские танки, украинские БТР и так далее. Есть у меня дополнительная информация, которая подтверждает мои допущения. Я ее передам генеральному прокурору. Вторая история. Вы знаете, что несколько недель назад по центральным телеканалам мы узнали о том, что правительство, министерство энергетики, через отдельные фирмы закупает уголь в ЛНР и ДНР. Я сегодня обратился... И дома открыла счета. Это я знаю точно, и обналичивала, и рассчитывалась на лоб. В СБУ, генеральному прокурору, с тем, чтобы они предъявили подозрения отдельным членам правительства в финансировании терроризма. Поскольку эти деньги, которые мы платим за Донбецкий и Луганский уголь, потом используются для вооружения боевиков. Я тебе скажу, хуже этот уголь не учтен, по моей информации. Простите, пожалуйста. И в окончании, собственно, своих слов, реплики, я хотел бы сказать вот что. Уверяю вас, создание Следственной комиссии месяц назад, которая имеет невероятные полномочия, чтобы вы понимали, даже право вызвать с приставами, привести премьер-министра, любого министра, депутата и допросить в рамках этой комиссии, уже сегодня бы дала возможность мне, как возможному его руководителю, или вот сидел мой коллега со свободы, мы предлагали его, как альтернативного руководителя этой комиссии, вернуть государству... Это деньги, которые бы использовались для студентов стипендий, это деньги, которые были бы компенсаторами для модернизации, для тарифов, покрытия, не облагали бы налоги пенсию. Это деньги для дорог, это деньги для армии, и как раз это полтора миллиарда для референдума, чтобы мы знали. Так украинский народ за нас и не против. Потратить...